Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня будет снова теоретическое видео. Я расскажу, как можно разбивать большие числа, относящиеся, например, к типам integer, word и long на байты, и снова собирать из байт числа. Это может понадобиться, если мы осуществляем побайтовую передачу данных, например, в случае использования интерфейса i2c и библиотеки wireh. А в следующем видео уже перейдем к практике и будем записывать картинки во внешнюю ипром память. Те самые, которые в одном из прошлых видео мы хранили во флеш-памяти, используя директиву ProgMem. Только теперь будем задействовать внешнюю ипром память. Предположим, у нас есть число 1212. Если посмотреть в таблицу типов данных, то видим, что самый маленький тип данных, к которому можно отнести данное число, это тип word. И занимать переменное такого типа будет в памяти 2 байта. Типы данных с отрицательными значениями рассматривать не будем, для наших целей они не понадобятся. У нас есть задача разбить это число на 2 байта, записать на какой-либо внешний носитель, либо передать другому устройству и далее собрать из переданных байт в исходное число. Существует два основных способа это сделать. Первый способ это отделение и использование остатка отделения. То есть вначале делим наше число на 256, то есть на количество возможных значений одного байта, и присваиваем полученное значение первому элементу массива. Это у нас будет старший байт. Так как результат деления мы присваиваем целочисленной переменной, то у нас остается только целая часть полученного результата, а вещественная часть отбрасывается. То есть мы получаем результат аналогичный применению функции flow, которая округляет результат деления до ближайшего меньшего целого. А затем получаем остаток отделения на 256 и присваиваем значение второму элементу массива. Получается у нас 188 и это у нас младший байт. Далее выводим эти значения в монитор порта. Чтобы получить исходное число, нам нужно первый элемент массива, то есть старший байт, умножить на 255 и к нему добавить значение второго элемента массива, то есть младший байт. Выводим полученные результаты в монитор порта и видим, что число равно исходному, то есть 1212. Теперь для примера возьмем фиолетовый цвет, который в RGB представлении записывается как ff00ff. В таком виде его и запишем в переменную, изменив тип переменной на un32t, то есть безнаковый тип числа, под который выделяется 4 байта памяти. Справа это как выглядит у нас это значение в десятичном представлении. Вначале нам по сути нужно дважды разделить данное число на 256 или соответственно 256 в квадрате, которое мы и получаем с помощью функции ПАУ. Первый аргумент, который у нас само число, а второй степень в которую мы его возводим. Далее нам нужно поделить исходное число уже просто на 256 или можно сказать на 256 в степени 1. И в конце мы можем взять остаток от деления на 256 и записать его в третий элемент массива. Или же разделить на 256 в степени 0, то есть на единицу. Восстановление исходного числа осуществляется схожим с прошлым случаем образом. Первый элемент массива умножаем на 256 в квадрате, второй умножаем просто на 256 и добавляем третий. Третье слагаемое еще можно записать как третий элемент массива умноженный на 256 в нулевой степени. Загружаем скетч, открываем монитор порта и видим исходное число в десятичном формате. Для удобства чтения к функции SerialPrintLine можем добавить вторым аргументом HEX и тогда число будет выводиться в шестнадцатеричном представлении, то есть как мы его и задали. Можем задать любое другое число, тоже соответствующее какому-то цвету, убрать остаток от деления и все равно получаем при восстановлении исходное число. Соответственно для чисел в 4 байта последовательность действия аналогичны. Теперь перейдем ко второму способу, использующему битовые операции, а именно битовый сдвиг влево и вправо. Возьмем снова фиолетовый цвет. Его шестнадцатеричное представление в двоичной системе исчисления выглядит как 8 единиц, 8 нулей и снова 8 единиц. Производя сдвиг вправо мы как бы откусываем от числа нужное нам количество единиц и нулей. В первом случае мы производим сдвиг на 0 бит, то есть по сути никакого сдвига не производим и присваиваем первому элементу нашего массива последние 8 бит, то есть последний байт. Далее производим битовый сдвиг вправо, откусываем последние 8 бит и записываем новую порцию из 8 бит во второй элемент массива. И производим еще сдвиг вправо и записываем в третий элемент массива оставшиеся 8 бит. Все, мы записали число в виде массива из 3 байт, который по одному можем записать на какой-то носитель информации или передать другому устройству. Чтобы вновь собрать исходное число, последовательно сдвигаем теперь уже биты влево. Насколько до этого сдвигали вправо, настолько же сдвигаем и влево, последовательно восстанавливая число. Загружаем скетчи и видим полученный результат. И под конец все можно записать в очень компактном виде с использованием циклов. В заключение еще хочу сказать, что битовые операции выполняются обычно быстрее, чем операции деления. Можем добавить отслеживание по таймеру, только увеличим число преобразований, чтобы разница была более заметна, до 1000. И увидим, что операция деления занимает 492 микросекунды, а вот сдвиговые операции чуть меньше, 464 микросекунды. Так что, когда таких преобразований очень много, предпочтительно все-таки использовать битовые операции. Вот как раз в следующем видео и применим информацию из этого ролика для записи достаточно больших объемов информации о внешнюю EEPROM памяти. Скетч в описании к видео. Спасибо за внимание. До скорой встречи.